Добровольный страхование То фиксированный взнос в ФСС вы должны оплатить за 2017 год При этом, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем И будете заняты уходом за ребенком И прекратите осуществлять предпринимательскую деятельность То взносы в ФСС за последующие годы вы можете не оплачивать До достижения ребенком полутора лет При этом вы будете получать социальное пособие Евгений из Красноярска интересуется В детстве мне удалили часть легкого Сейчас мне 30 и появилась сильная отдышка Могу ли я оформить инвалидность? Для того, чтобы оформить вам инвалидность Вы должны пройти медицинскую комиссию в ТЭК Которая установит у вас наличие заболевания Которая подпадает под список заболеваний Относящихся к категории инвалидности После чего, оформив документы Вы вправе приобрести статус инвалида И получать все социальные гарантии Любовь из Денисейска спрашивает Я мать-одиночка, брала кредит в банке Попала в тяжелую жизненную ситуацию И просрочила выплаты Банк подал на меня в суд Насчитали пеню в половину суммы самого кредита Платить мне нечем, что делать? В данном случае вам необходимо активно участвовать В процессе по рассмотрению искового заявления в суде О взыскании с вас денежных сумм Я рекомендую вам подать мотивированное возражение На это исковое заявление В котором просите снизить размер пени и неустойки До разумного предела В том случае, если судом уже принято решение То у вас на обжалование этого решения Выделяется 30 суток с момента оглашения решения суда Или получения его копии Поэтому составляйте апелляционную жалобу Подавайте ее в вышестоящий суд И также просите снизить неустойку до разумного предела Как вариант еще могу порекомендовать Если вы не в состоянии в данный момент Оплачивать взятые на себя кредитные обязательства То существует институт банкротства физических лиц Иного способа разрешения данной ситуации не существует